Масла Осмо, вообще компания Осмо, это производитель немецкий. Масла производится в Западной Германии, в районе города Мюнстер, в Оренбург. Масла, что такое масла, то есть чем они отличаются от других покрытий? Принципиальное отличие в том, что масла, они проникают в пору древесины и защищают дерево изнутри. Помимо масел, какие масла входят в состав? То есть базовые составляющие нашего продукта, это четыре вида масла. Льняное, подсолнечное, осотовое и соевое масло. Также входят два вида восков, которые защищают покрытие от истирания. Это корнобовый, канделиловый воски. Также в состав входят натуральные качественные пигменты. Пигменты, которые используются в пищевой промышленности. Пигменты имеют высокую степень измельченности. Благодаря этому они очень качественно вложатся на древесину и оставляют насыщенный тон. Как вы видите, у нас есть несколько линеек. Есть как масла бесцветные, масло с тверным воском, четыре степени глянцевости. Дальше пошли масла по сериям. То есть есть серия Farvik, это слабо-пигментированная серия. Очень выигрышно смотрится на твердых породах древесины. Дальше у нас линейка, это масло Transparent. Это уже средне-пигментированная серия, универсальная, самая популярная. Подходит как для стен, потолков, мебели, так и для паркета, соответственно. И две интенсивные серии, которые есть в нашей линейке для внутренних работ. Это Creative и Intensive. Они, по большому счету, это одна линейка. Насыщенность очень высокая, содержание пигмента большое в составе. Здесь вы можете увидеть один-два слоя на сосне, на дубе, вариации. Понятно, что вот эти цвета очень выигрышно будут смотреться на какую-то детскую мебель, может, какие-то дизайнерские идеи. Паркетчики часто применяют для покрытия паркета, да? То есть, популярны цвета белые, серые оттенки, черные. Какие еще есть нюансы? Очень важный момент при нанесении масел осмы – это подготовка поверхности. Это, наверное, основа основ, и к этому нужно относиться очень ответственно. Поскольку неправильно подготовленная поверхность, масло сразу же выявит все погрешности и недостатки. поверхности древесины. Шлифовать в идеале профессионалы шлифуют в три этапа. С градацией зерна с шагом в 20 по классификации R. То есть, если у нас идет R-150, то мы к этому подходим к лазру. То есть, берем R-100, R-120, R-150. Или R-60, R-80, R-100, если это фасадный материал. Также, что у нас есть, если вы просто порадите по цветам, у нас есть интересные цвета. То есть, если у вас белое покрытие, то вы его не покрываете просто масло с твердым воском, поскольку оно небольшой поджиг дает, со временем может зажелтеть. Для белого паркета вы берете масло 3041. Тут содержание 2,5% диоксида титана. За счет этого покрытие, белое именно покрытие, не будет со временем сгадания желтеть. Также у нас есть очень интересный цвет. Это цвет березы. 51-36. Вот он здесь. И вот он здесь еще у нас есть. Вот береза на дубе. Тоже очень интересный цвет. Позволяет рыжие лиственные породы убрать желтизну на этих породах. И убрать контраст. Контраст, если у вас, допустим, инженерная доска из разных плашек, разная оттенка, убрать без строки. В целом, это внутренний у нас материал для внутренних работ. Также у нас есть целый спектр материалов по уходу за покрытиями, масляными покрытиями, восковыми. Также у нас есть средства, пульс-протектор. Это если у вас ванная, столешница, какой-то фартук на кухне из дерева, то это пропитка водооталкивающая. Она носится перед тем, как носить масло. Она дополнительную защиту несет от влаги. Либо это прямой контакт с водой, либо это повышенная влажность. Если стоит задача у нас покрыть древесину и оставить ее в натуральный оттенок, мы можем пойти двумя путями. Мы можем взять масло бесцветное с черным воском, 4 градации по глянцевости. Но мы должны понимать, что бесцветное масло с черным воском, оно даст так называемый поджиг на древесине. А такой мокрый эффект. Если у нас стоит задача оставить тон древесины таким, как он был до покрытия, то мы используем масло 3041. Та же самая история у нас в маслах для столешницы. Специальные масла выпускаются по 0,5 литра. Есть шелковиста матовая, есть матовая. Видите, поджиг дает. Но также есть вот тут видно сосна, дуб. Но также есть масло аналог 3041, это натур на дубе. То есть тоже эффект натур, он делает древесину такой же, как она была до покрытия. Ну и с отдельным цветокацией. Наружные работы у нас представлены. Это масло для террас. Масло для террас. Терраса покрывается у нас до монтажа со всех сторон в один слой. Потом монтируется и второй слой покрывается поверхностной части. Есть один нюанс. Масло 007 для тика. Не используется в качестве самостоятельного покрытия, поскольку не содержит пигмент. А без пигмента древесина начинает стереть. Используется либо для размешивания других цветов, либо для того, чтобы нанести третий слой и добавить глянца. Также есть масло 430 с антискользящим эффектом. То есть такая шерковатая поверхность. Очень полезный эффект, особенно если терраса рядом с бассейном, например. Чтобы не было скользко. Следующая популярнейшая серия – это масло лазуй для древесины. Двухслойная лазуй. Масло наносится в два слоя, содержит в своем составе биоциды. Биоциды у нас борются с такими образованиями, как плесень синего огни. И что еще хорошо? Покрывая фасад в два слоя этим продуктом, фасад у нас в районе 10 лет не будет требовать никакого обновления. На южной солнечной стороне. Не будет ни трескаться, ни шелушиться, ни отслаиваться. Это касается что внутренних работ, так и наружных. Еще важный момент. Все наши цвета, все наши масла, если мы берем внутренние работы или наружные, можно смешивать с собой в любую пропорцию, добиваясь каких-то других оттенков. Это масло носится в два слоя. Также шлифовка древесины – важный момент. Еще один нюанс. Если вы покрываете фасад здания, отшлифовали его, необходимо постараться, чтобы промежуток между финишной шлифовкой и началом покрытия маслом был минимальный. Чтобы не прошел дождь, не было там туманной, влажной ночи, чтобы не было каких-то новых, скажем так, дождь если проходит, он на древесине может оставлять полосы. Где пройдет полоса воды, поры раскрываются, потом в этом месте будет более темное пятно. Соответственно, и наоборот, если мы поверхность просто поцарапаем, ногтем, например, чем-то проведем, мы загладим поры, и в этом месте будет светлая полоса. Подготовка поверхности, опять же повторюсь, очень важный момент. Также у нас есть лазурь однослойная, она не содержит биоциды. Все, что не содержит биоциды, можно использовать и внутри помещения. Соответственно, эти варианты тоже можно рассматривать для каких-то там внутренних дизайнерских решений. Изначально продукт разработан для старых построек, уже серые какой-то древесины, старых домов, старых заборов. Но также можно и на новых применять в постройках. Единственный момент, необходимо все-таки для постраховки наносить антисептик перед нанесением этого продукта, если это касается улицы. А так, очень экономичный расход. Расход, как у всех наших продуктов, литр на 26 квадратных метров в один слой, в два слоя, где-то будет литр на 16 квадратных метров уже в два слоя, поскольку первый слой впитывает больше, второй слой впитывает чуть меньше. В среднем, древесина на квадратный метр больше, чем 80 грамм, в среднем, не впитывает. Так, также, также, что у нас есть? Есть масла, непрозрачная линейка, непрозрачные масла, тоже для наружных работ, можно использовать и внутри, не содержит биоциды. В принципе, это непрозрачная краска. Тоже впитывается в поры дерева, но укрывает полностью, практически, фактуру древесины. Также у нас есть антисептик Усма, также у нас есть возле торцов, тоже очень важная вещь. Перед тем, как наносить масло, вы наносите на торцы возле торцов методом мокрым по мокрому. То есть наносится первый слой, проходите все торцы и начинаете сначала проходить второй слой все торцы, вторым слоем. Возле торцов несет две важные функции. Первая функция в том, что торцы меньше растрескиваются из-за того, что происходит грамотная влагорегуляция плавная у древесины. Она плавно набирает и плавно влага уходит из древесины. Также важный момент, то что воск, он выступает в качестве грунта и потом, нанося какой-то цвет, у вас оттенок становится примерно одинаков на торцевой части и на продольной. Если же воск на торцов не нанести, то торцевая часть, конечно же, как губка впитает масло и там у вас будет на порядок насыщение оттенок того или иного цвета.